Субтитры сделал DimaTorzok Поэтому я хочу с вами об этом поговорить сегодня, и что ж, если вам интересно, то вставайте со мной. В первую очередь я вообще хочу сказать, предупредить вас, что я не какой-то там философ, я просто буду сейчас выражать свои мысли. И всё. Давайте разберёмся. В первую очередь, почему идёт за занижение самооценки? А когда начнёт социальных сетей, тех же самых, да, ты выкладываешь фотографию, и кому-то там, естественно, не нравится, они пишут, фу, какая там некрасивая, не знаю. И всё в этом роде. И люди загоняются, люди реально загоняются. Типа, вот та же самая анорексия, то, что девочка, ну, полненькая немножко, да, ей комфортно, ну и некомфортно так. И ей там пишут в комментариях, фу, жирная, там, не знаю, корова, и она загоняет себя в такие рамки, из-за которых она становится анорексичкой, и потом её загоняют ещё в одни рамки, то, что, говоря, фу, анорексичка. Вот из-за этого, собственно, идёт за занижение самооценки. Окей, разберём реальную жизнь. Начнём со школы, потому что в основном в школе начинаются эти проблемы, одноклассники высказывают какие-то упрёки по поводу твоей внешности и прочего. Там мне не понравилось то, что, типа, ты ходишь в очках, и у тебя плохое зрение, ты говоришь, фу, очкарик, там, я не знаю, какие ещё клипухи придумывают. У меня тоже очень много раз было упрёков по поводу моей внешности, по поводу моей худобы и по сей день есть, но я настолько к ним привыкла, что я уже не обращаю на них внимания. Но есть люди, которые не привыкли к ним и загоняют себя в такие рамки, что последствия становятся просто ужасными. Просто поймите, люди, которые вам это говорят сейчас, в дальнейшей жизни, вот, не будут иметь для вас никакого значения. Вы потом их просто забудете и не вспомните. На встрече выпускников вам скажут, вот это она красивая, типа, вот просто поймите, это обычное общественное мнение, оно вообще ничего не значит, типа, да, у каждого есть мнение, у кого-то хорошее, у кого-то плохое, просто поймите это. И всё, как бы, вам нужно слушать не общественное мнение, а себя, в первую очередь, всегда. Если вы сами себе не нравитесь, то просто разберите себя. Тогда поймите, что именно вам не нравится, и то, что вам не нравится, поймите, сможете ли вы изменить или нет. То есть вам не нравятся, например, ваши волосы или ваша кожа. То есть кожу, да, вы можете изменить, вы можете начать работать, вы можете восстанавливать её. То есть те прыщи там, да, те же самые чёрные точки, вы можете восстанавливать свою кожу, и вам она впоследствии начнёт нравиться. То же самое, волосы. Если вам не нравятся волосы, там, вы можете изменить это. Вы можете подстричь, вы можете перекрасить, там, всё, всё, что с ними угодно, так, чтобы вам нравилось это. То есть поймите те вещи, которые вы можете изменить, и те, которые нельзя. Те, которые нельзя изменить, вам придётся уже принять. Ну, то есть вам, например, не нравится ваш цвет глаз, но вы же не сможете его изменить. Хотя нет, вы сможете. Вы можете купить линзы цветные, можете изменить цвет глаз. Вот, но как бы не всегда такая есть возможность. Вот, как-то так. Я надеюсь, вам что-то помогло из тех мыслей, которые я пыталась выразить для вас. Надеюсь, я вам помогла как-то, старалась вам помочь, как-то что-то рассуждать. Но мне это нравится, типа, мне нравится что-то рассуждать, что-то объяснять и так далее. Вот. Будьте уверены в себе, не обращайте на общественное мнение, и слушайте только себя и своё сердце. Вот это было и всё. Спасибо вам огромное за просмотр. Я люблю вас без меры, и всем пока-пока. Спасибо.